Когда смотришь на этих красивых женщин с подиумов и журнальных обложек, кажется, что для них нет ничего невозможного. Красота открывает перед ними все двери. Но никто и не подозревает, что жизнь этих красавиц мало напоминает сказку. И даже простые женские желания создать семью и стать матерью для многих из них остаются неосуществимыми. Пока маленький Кирилл жил с бабушкой, его мама, известная модель Анна Логинова, зарабатывала деньги на квартиру в Москве и собиралась забрать сына к себе. Но нелепая смерть женщины после нападения на ее машину навсегда перечеркнула эту мечту. Кирилл Дмитриевич, я безумно тебя люблю и сделаю все от себя завище, чтобы ты был счастлив, мама. И в один момент, в одну секунду, все рухнуло. Мы сейчас осиротели, мы полностью, в полном смысле, не только он осиротой, а и я. Она постарала от того, что, как я вижу, от той уверенности своей, женской уверенности, которая не помогла ей в этот момент. Непревзойденная советская манекенщица Регина Сбарская мечтала стать матерью. Вместо этого преданная и брошенная провела последние годы жизни в психбольнице. Это была, ну, как у нас сейчас говорят, супермодель, женщина-легенда. Трагичная, трагичная судьба. И, в общем, так она закончилась безвестности. Красота – слишком шаткий аргумент. Я всегда жалею тех женщин, которые уделены в своей красоте. То, что это меркнет, почти моментально, и что остается? Грусть. Грусть. Проституция, знакомство с опасными мужчинами, сутенерство. Мечтая о популярности, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» провинциальная модель Оксана Апликаева была согласна на все. Но прославилась она только после смерти. Ее тело обнаружили на обочине дороги, проезжавшие мимо дальнобойщики. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то личные разборки, так это назовем, да, какого-то, что-то там молодой человек то ли с кем-то ее не поделил, да, то ли он был просто неадекватным и невменяемым, так назовем его маньяком. Что-то очень сюда путано, и, видимо, кто-то это сделал, так испугался, потому что, я думаю, что это неумышленное было убийство, скорее всего, это какая-то спонтанная агрессия, и вот так вот девочку просто взяли. Три женщины, три судьбы, три несбывшиеся мечты. Самая востребованная российская модель – лицо знаменитых брендов BMW и Chanel – Анна Логинова. Она безупречно отрабатывала фотосессии, изучала приемы джиу-джитсу и даже сыграла в кино телохранителя Костя Дзю. А дома, в родном Владимире, ее любящую маму ждал маленький Кирилл. Пока женщина зарабатывала деньги в Москве, он жил с бабушкой. Папа исчез, когда мальчику исполнилось семь месяцев. Маме пришлось работать за двоих. Она знала, на ней держится семья. Аня обещала сыну – весной я заберу тебя в Москву. Наконец сбудется наша мечта. Будем жить вместе. Только ты и я. Но выполнить свое обещание она так и не успела. 27 января 2008 года известной модели Анны Логиновой не стала. И в один момент, в одну секунду, все рухнуло. Вся жизнь. Вся жизнь. Как напрасно прожитая жизнь. Сейчас осиротели мы. Полностью, в полном смысле. Не только он осиротой, а и я. Этот альбом с фотографиями, которые в модельном мире называют портфолио, стал в их семье настоящей святыней. Ну, здесь вот как в жизни. С тем же браслетиком. Фрагменты фотосессий, пробы в кино, снимки для журнальных обложек. Здесь собраны кадры шести лет модельной карьеры Анны Логиновой в Москве. С того момента, когда провинциальная девушка от безысходности и бедности поехала покорять столицу. Она верила – Москва подарит ей счастье. И она не бросая здесь работы бармена, она работала в Москве. То есть она вот ночью работала барменом. В пятницу она приезжала сразу на работу. К нам приходила субботу утром. В воскресенье она нас целовала, уходила в ночь на работу. После ночи она на вокзал и в Москву. Работа без сна и отдыха. Аня хваталась за любую возможность заработать. Ведь кроме нее, позаботиться о маме-инвалиде и маленьком сыне было некому. Муж бросил ее с младенцем на руках. Она позвонила и сказала, мам, посиди сегодня у ночи с Кириллом. Я говорю, что случилось? А мне в ночь на работу. Я говорю, как на работу, Кирилл, 7 месяцев. Какая работа? По телефону мы разговаривали. И вот она первый раз заплакала, сказала, мам, его четвертую ночь нет дома, и у меня не нужно банку смеси купить. Мне надо пойти работать. А когда муж не вернулся и через неделю, Аня собрала вещи и переехала со съемной квартиры к матери. В тот же вечер она устроилась работать барменом в местный клуб. За плечами у девушки была учеба в торговом техникуме, курсы парикмахеров и занятия в школе моделей. Аня даже не догадывалась, что вскоре небольшой модельный опыт станет ее пропуском в будущее. Когда вот там был кастинг, ее один раз пригласили, она отказалась. Она пришла с ночи с работы и говорит, меня в Москву приглашали. Я говорю, а ты? Я сказала, у меня ребенок маленький. Второе агентство ее приглашает. Она также отказывается. И она пришла опять мне, говорит, мам, меня приглашали, я отказалась. Только на третий раз она согласилась. В 2000 году Аня отпраздновала свой 23-й день рождения. Обычно в этом возрасте модели задумываются о смене профессии. А она только начинала. Поэтому очень спешила. Москва, на удивление, тепло встретила стеснительную провинциалку. Логиновой сразу предложили сняться для нескольких глянцевых журналов. А вскоре даже пригласили на эпизодическую роль в сериал «Стилет». Уже спустя полгода Логинова стала известной в Москве моделью. Но заработанных денег на содержание близких все равно не хватало. И хотя Анна получала множество заманчивых предложений от богатых мужчин, девушка их категорически отвергала. Она не хотела ни от кого зависеть. Мечтала всего достичь самостоятельно. Поэтому на выходные возвращалась во Владимир и продолжала работать по ночам в клубе. Она также вот на первых годах стеснялась, комплексовала, прятала в виде моделей вот этих всех вот таких высокомерных. Она прятала свой старенький сотовый телефон там. А потом она сказала, а почему так? А почему я не должна быть такой, как они? И она пошла. И вы знаете, что если не удалось, что папы там нет, чтобы хотя бы, чтобы я должна быть успешной, вот в одном из интервью, вот я сейчас вспоминаю, она давала, что я хочу, чтобы я была успешной, чтобы мой ребенок мной гордился. Не очень много профессий, которые могут позволить, там, девочке из, там, бедной семьи, из какого-нибудь из Тюрюпинска, вырваться вот в эту жизнь, которую она там видит в журналах. В принципе, пожалуй, одна такая профессия – это модель. Вырваться из провинции у Ани получилось только после подписания выгодного рекламного контракта. Именно тогда женщина поняла. Красота открывает перед ней все двери. Она поверила в себя и радовалась, что теперь сын может ею гордиться. Когда Логинову выбрали лицом автомобильной компании BMW, Аня окончательно переехала в Москву и купила первую в своей жизни машину. Знаете, у нее девочек висела над столом вырезка из журнала «БМВ, черный БМВ». Еще со школьниц, ну, может, со второго, с третьего ли класса. У нее над столом висел этот плакат, кнопочками при делах. Вот. И первую машину она купила в БМВ. Аня больше не чувствовала себя чужой среди высокомерных столичных моделей. Машина стала своеобразным пропуском в высшее общество. А вскоре Логинова окончила курсы экстремального вождения. Она продала БМВ и купила новое авто. Женщине хотелось, чтобы машина была похожа на нее. С сильным характером, но при этом красивой. После этого БМВ она купила «Лексус». А уже когда после «Лексуса», она вот, у нее была любовь к технике. Вот она чувствовала машину. И потом, когда она купила вот этот «Порш», она приехала, пришла с сумками, все, потом говорит, мам, пойдем, помоги мне это. Я не все принесла. Когда я спустилась во двор, ну, я ищу черный этот «Лексус», я говорю, а где у тебя машина-то? Она идет, и вот она подвела меня к «Порш-Каен». И открывает дверь. А это вот моя теперь машина. Вот. Но я же, пронинциальный человек, я же не знала, что «Порш-Каен» – это угроза. О том, что новенький «Порш» может стать для нее настоящей угрозой, не догадывалась и сама Аня. И даже когда судьба посылала ей предостережения, самоуверенная женщина упорно не желала их замечать. Однажды прямо в центре Москвы на Логинову неожиданно напали. Когда она достала ключи и вставляла в замок, ее схватили за руку. Вот. Ну, вот эту вот джиу-джитсу ей дало, что она обвивает его локтем в лицо. И он оттолчил, не ожидал. Он оттолчка падает на заднюю дверцу к стеклу, на стеклу, ну, как там, я не знаю. Вот. И в это время у нее в сумке был пистолет. Вот. Она достает оружие и наставляет на него. Он прыгнул в хонду и уехал. Пистолет, джиу-джитсу и бойцовский характер. Недавно эта хрупкая девушка овладела восточными единоборствами, научилась обращаться с оружием и, главное, приказала себе, я никого не должна бояться. Модель вынашивала новую идею. Открыть школу подготовки женщин-телохранителей. В принципе, была неплохая идея создания этого агентства, потому что, знаете, наши мужчины любят понты. Вот. Поэтому было именно настроено на это, что когда, там, не знаю, мужчина-бизнесмена, вроде как телохранители, две девушки, в этом есть такая некая фишка. Вот в том числе для охраны, например, детей. Как только СМИ разнесли слухи о создании женского охранного агентства, продюсеры просто засыпали девушку разными предложениями. Наиболее интересным оказались съемки в новом кинопроекте «Мавр» с участием известного боксера Кости Дзю. Логиновы предложили роль телохранителя звезды. Суровый взгляд, идеальное тело и восточный меч. На этих снимках Анна вживается в роль. Это был ее звездный час. Красавица обещала сыну. Заработаю еще немного денег, куплю квартиру в Москве. Наконец подарю тебе котенка и осуществлю нашу заветную мечту. «Мы будем жить вместе». В новогодней открытке она Кириллу написала, что, ну там, с Новым годом, сын, все, у тебя этот год очень знаменательный для тебя, что ты будешь первоклассикой. Вот, то есть будет самая моя заветная мечта. Мы с тобой будем жить вместе. В марте месяц она его хотела собрать по себе. Аня часто представляла себе, как поведет Кирилла в первый класс. И даже выбрала для него лучшую московскую школу. Но этого так и не произошло. И мне вдруг вот в четверг, на пятницу, снится сон, вот полное помещение птиц, мелкой птахи. Я вечером говорю, Аня, я говорю, что-то мне птицы приснились. Я не знаю, я не суеверна вот этим сном. Почему-то ей сказала, Аня, я говорю, ты ради бога, аккуратней, что-то у меня птицы приснились. Она говорит, мам, ну только не накручивай себя. Ну, приснились и приснились. Говорят, если увидел во сне птиц, жди плохого известия. Вот только Аня не верила в приметы. И не слушала предостережений матери. Кириллу в тот день тоже было не по-детски грустно. В то воскресенье мы с Кириллом катались на лыжах. Тут на горку пришла девочка тоже из нашего дома. Вдруг к ней подошел папа, и вот почему-то так ее приподнял. Он как-то остро не реагировал раньше. А тут он и говорит, говорит, вот как-то с надрывом, вот в сердце. Он говорит, бабушка, даже у Насти папа есть, а у меня даже папы нет. Он никогда не говорил вот этих слов. Никогда. В тот день Аня находилась в Москве. Она нашла объявление о продаже маленьких котят. Девушка села в машину и поехала по указанному адресу. Еще полкилометра, и она будет на месте. Впереди поворот. Красный свет. Аня жмет на тормоз. А в голове крутятся мысли о том, как обрадуется сын, увидев котенка. Он обожает сюрпризы. Но уже спустя миг Аня оказывается на асфальте. Придя в себя, она понимает, что ее выбросили из машины. Неизвестный хочет украсть ее джип. Нет, этому не бывать. Аня изо всех сил хватается за ручку двери. Она уверена, что заставит негодяя остановиться, но тот только набирает скорость. Еще несколько метров Аня держится из последних сил, а потом отпускает ручку и падает, сильно ударившись головой об асфальт. Думаю, что нам мама не звонит. Я говорю, давай ее наберем. Набрали, телефон недоступен. Он смеется, говорит, ну, наверное, мама в лифте. Опять набираем. Недоступен. Недоступен. Половина десятого недоступен. После половины десятого я звоню сыну и говорю, я говорю, с ней что-то случилось. Он у меня начал, ну, не то что кричать, а вот, она баловала тебя, каждый вечер перед тобой отчитывается. Вот, может быть, на встрече-то какой-то важный. Я говорю, нет, Сима. На какой бы встрече она ни была, она со мной могла не поговорить. Но ребятенку спокойно ночи не сказать. Я говорю, это не в ее правилах. Бабушка Кирилла не находила себе места. Она считала минуты. Казалось, время остановилось. Аня не отвечала на ее звонки. Господи, я же тебя каждый вечер просила. Береги ее, охраняй ее. Сделай так, чтобы она нашлась. Найди мне ее в любом виде. А на следующий день в их квартире зазвонил телефон. Мать взяла трубку, надеясь услышать голос дочери. Вместо этого услышала своего сына Дмитрия. Сон оказался вещем. Сын Дед уже днем позвонил мне на след, ну вот, в понедельник. После опознания как-то. Сказал, что мы потеряли ее. Хоть бы кому-то она плохо сделала. Девочке, которая стремилась всем всегда помочь. Всем сделать доброе дело. Кириллу даже не пришлось объяснять, что его мамы больше нет. Он сам все узнал, подслушав, как дядя рассказывает бабушке о страшной трагедии. У него была истерика. Он сказал, что дядя Дима плохой, дядя Дима врет. Моя мама не погибла. Вот на этом диване я его успокаивала. Он уткнулся туда головой в подушке. Маленький Кирилл до сих пор не желает верить в то, что мама больше не приедет. Мальчик играет подаренными ею машинками. И каждый вечер перечитывает открытки, которые она ему писала. Кирилл Дмитриевич, я хочу поздравить тебя с твоим первым юбилеем. Ты у меня самый красивый, самый умный мужчина на свете. Я безумно тебя люблю. И сделаю все от себя завище, чтобы ты был счастлив. Когда вырастет, Кирилл мечтает стать похожим на маму. Переехать в Москву и достичь успеха. А еще всегда выполнять обещания. Потому что хорошо знает, как невыносимо больно понимать, что мама не сдержала данное ему слово. Не отвела в первый класс и не забрала в новую квартиру, где они должны были жить вместе. Она постарала от того, что, как я вижу, от той уверенности своей, женской уверенностью, которая не помогла ей в этот момент. Самоуверенность женщины, как и красота, может поднять на вершину и сделать успешной. Но в то же время может забрать у нее самое дорогое – жизнь. Наша следующая героиня всегда полагалась на свою красоту. Она была уверена, что внешность сделает ее счастливой. Пока спустя 30 лет не оглянулась и не посмотрела на свою жизнь. Начало 80-х. Москва. Со шваброй в руках полусумасшедшая больная женщина моет подиум в доме моделей Славы Зайцева. С невыносимой жалостью она смотрит, как ежедневно сюда приходят все новые и новые девушки, мечтающие стать манекенщицами. Хочется закричать. «Нет, остановитесь, не надо!» Но кто ее послушает? В этой докрайности истощенной женщине невозможно узнать легендарную советскую манекенщицу, королеву подиума, непревзойденную красавицу Регину Збарскую. Трагичная, трагичная судьба. И, в общем, так она закончилась безвестностью. Все граждане Советского Союза строят коммунизм. А длинноногая брюнетка Регина Колесникова, это девичья фамилия Збарской, покоряет модные подиумы. Несколько лет назад девушки отказали при поступлении в театральный. И бросая вызов тем, кто когда-то не оценил ее талант и красоту, Регина идет работать во всесоюзный дом моделей. Это был так называемый общесоюзный дом моделей. И манекенщица там набирали с улицы. Они смотрели, если идет где-то по бульвару хорошенькая девушка, ей предлагали, в основном они отказывались. Потому что это считалось очень непрестижно, очень легкомысленно. Но несмотря на единогласное осуждение профессии манекенщицы общественностью, билеты на модные показы расходились за считанные минуты. Невиданная ранее экзотика, как запретный плод, привлекала таинственностью и красотой. Регину здесь считали особой жемчужиной. Нестандартная внешность превратила красавицу в королеву подиума. Это была, ну как у нас сейчас говорят, супермодель, женщина-легенда. Может быть, у нее были неправильные ноги, но никто это не замечал, я имею в виду кривизну. Но вот за несколько секунд она вот умела себя преподать, преподнести как королева. Понимаете, она всегда была украшением показа. Провести с Региной хоть один вечер мечтали влиятельные мужчины страны. Высокие чиновники, дипломаты, ученые. А она безумно влюбилась в молодого художника Льва Азбарского, Заядлого Бабника и Лавелласа. Регину предупреждали. У этого сердцееда много таких красавиц. Он меняет женщин, как перчатки. Ты всего лишь очередная жертва его очарования. Но влюбленная манекенщица не желала ничего слышать. Ведь она не все. Она особенная. И когда Лев сделал ей предложение, с радостью пошла с ним под венец. Не успела Регина переступить порог дома Азбарского, как все изменилось. Добавив к своей коллекции очередную красавицу, муж больше не расточал комплименты. И пока жена ждала любимого дома, развлекался по ночам с друзьями в компании других женщин. Она жила напротив в доме с Левкой Азбарским. Замечательная, совершенно уникальная художник, которая очень любила. Который был такой плейбой. Вот она жутко его ревновала. Регина прощала Азбарскому все его измены. Чтобы укрепить их отношения, готова была пожертвовать карьерой и подарить любимому первенца. Отважиться на материнство очень трудный для манекенщицы шаг. Это означает выпасть из обоймы минимум на год. На улице начало 60-х. Советским моделям разрешают выезжать за границу. Огромное желание приоткрыть железный занавес для большинства из них оказывалось важнее семьи. Одна из первых советских манекенщиц Татьяна Михалкова, жена известного режиссера Никиты Михалкова, призналась, что когда-то тоже стояла перед выбором. Карьера или ребенок. Поездка была в Америку. И многие хотели, там делали аборт. И вообще я сказала нет. Говорили, там таких Никиток на каждом углу будет. Никита был студент. Снялся только я шагая по Москве. Татьяна Михалкова родила троих детей, двоих из которых выносила на подиуме. А вот легендарной манекенщице Регине Сбарской так и не пришлось услышать смех своих детей. Никаких детей в моем доме, неожиданно заявил Лев, узнав, что жена беременна. Я не желаю видеть тебя домохозяйкой. Никаких детей. Раздраженно отвечал муж на отчаянные мольбы Регины позволить ей родить. Сбарский убеждал жену, что ребенок перечеркнет всю ее карьеру. Ведь манекенщица сейчас на самом пике славы. А женщина так мечтала стать матерью. Ее бросало в холодный пот от одной мысли о том, что придется убить собственного ребенка. Но боясь потерять мужа, Сбарская все-таки исполнила его жестокую волю. В это время манекенщицу пригласили на один из авторитетнейших показов – в Париж. Раздавленная и опустошенная, женщина не желала даже слышать о поездке. А Сбарский настаивал, мол, увидишь мир – скорее избавишься от своей душевной травмы. И Регина согласилась, убеждая себя в том, что действительно должна отвлечься. Тогда женщина еще не знала, какую благодарность получит за свою самоотверженную любовь. Регина уехала за границу, а муж собрал вещи и сбежал с любовницей в Соединенные Штаты. Самый дорогой человек изменил ей признанные красавицы. Манекенщица осталась ни с чем. Муж, ради которого она предала мечту, решившись на убийство собственного ребенка, бросил ее. Для нее-то был еще один удар, понимаете? Когда он ушел, уехал в Америку, даже чуть не покончил с собой. Отчаявшуюся женщину, пережившую предательство мужа, чудом спасли от самоубийства. Она пыталась перерезать вены, так и не простив себе того, что ради предателя согласилась на аборт. Регина поняла, что красота и признание в мире моды ничто по сравнению с рождением ребенка, смех которого теперь постоянно преследовал ее в галлюцинациях. И это было только начало страданий. Чтобы избавиться от страшных мыслей о сломанной судьбе, она начала принимать антидепрессанты. Женщина потеряла аппетит. Ее измучила бессонница. Сбарская сильно изменилась внешне. Бледное, изможденное лицо, громадные воспаленные глаза, тонкие худые пальцы. Но карьере манекенщицы полное истощение организма только на пользу. Именно тогда в Москву приехали известные французские дизайнеры Кристиан Диор и Пьер Карден. Всемирные знаменитости были в восторге от неземной советской красоты. И написали о том, что появилась как младшая сестра Софи Лорен, очаровательная манекенщица Регина Сбарская. Но женщину уже давно не интересовали ни подиум, ни светская жизнь. Она жила своей душевной трагедией. Окончательно сломала Регину известие о том, что Лев Сбарский вместе с новой женой воспитывают ребенка. А когда-то именно этот мужчина запретил ей рожать. От гнетущего одиночества женщина начала терять рассудок. Справиться самостоятельно она уже не могла. Регину забрали в психиатрическую лечебницу. Постоянно я присутствовал дома и видел это состояние ей душевное. Но она как-то скрывала всячески. А позже, когда произошла трагедика, она попала в сумасшедший дом и с ней сделала еще урода какого-то. После длительного курса реабилитации в психбольнице бывшую королеву подиума снова приняли в дом моделей. Но вернуться к здоровой, полноценной жизни Регина уже не могла. Она превратилась в нервную истеричку, заливавшуюся слезами по любому поводу. Оказалось, что без работы я, по-другому, как уборщица спорила. Я, ради бога, афон, как уборщица. Из бездной депрессии и нервных срывов Регину вывел роман с югославским журналистом. Надеясь восстановить психическое здоровье, женщина из последних сил держалась за эти отношения. На какое-то время она даже получила долгожданный душевный покой. Регина почувствовала себя любимой и желанной. Она снова мечтала о ребенке. Но и здесь ее ждало разочарование. Избранник оказался под лицом. Используя чувства манекенщицы, мужчина выведал у королевы подиума информацию о личных драмах и издал книгу с провокационным названием «Сто ночей с Региной Сбарской». Это мужское предательство окончательно подкосило женщину. Истеричную, крайне истощенную манекенщицу уволили из дома моделей. Некоторое время Регина работала уборщицей у Славы Зайцева, модельера, который когда-то преклонялся перед ее неземной красотой. Теперь мужчина всячески поддерживал свою бывшую музу и помогал ей. Но тщетно. Психическое состояние женщины так и не пришло в норму. Слишком много испытаний выпало на ее долю. Естественно, я к ней относился как к своей любимой подруге, и Девал помогал, потому что она все выбрасывала. Критическая, она выбрасывала все из окна, все свои шубы. Михаил считал, что это она незаслуженно, но все, что у нее, это все она имеет незаслуженно. В конце 1986 года Регина Сбарская неожиданно исчезла. Ближайшие друзья пытались ее разыскать. Кроме них, у манекенщицы никого не было. Но поиски оказались тщетными. Около года от женщины не было известий. А в конце октября 1987 года радио «Голос Америки» сообщило трагическое известие. На 52-м году жизни умерла одна из первых советских моделей Регина Сбарская. Жизнь непревзойденной красавицы закончилась в психиатрической больнице. Однажды, посмотрев на себя в зеркало, бывшая манекенщица увидела старую и больную женщину, которую теперь просто ненавидела. Ее сердце разрывало боль отчаяния. Регина начала глотать одну за другой таблетки снотворного, проклиная свою красоту, которая разрушила ее жизнь. Спустя час ее тело нашла медсестра. В больничной суматохе одна из санитарок спросила, а кто эта страшная женщина? Она даже не догадывалась, что умерла бывшая королева подиума, непревзойденная красавица Регина Сбарская. Но если манекенщица готова была пожертвовать славой и карьерой ради семьи, то наша следующая героиня, наоборот, ради признания и денег, ничем не пренебрегала. И однажды это привело к ужасной трагедии. Сентябрь 2008-го. С обложек газет нисходят снимки известной модели, светской львицы и бывшей участницы телепроекта Дом-2 Оксаны Апликаевой. Этой молодой и жизнерадостной девушке уже нет в живых. Модель Оксану Апликаеву задушили. Ее тело обнаружили на обочине дороги, проезжавшей мимо дальнобойщики. Общественность шокирована. Тело 31-летней задушенной женщины нашли на обочине трассы Рига-Москва. Оксана оказалась не в лучшее время, не в лучшем месте. И так как она была девушкой такой достаточно легкой, в том плане, что она быстро шла на контакт с людьми, и она была очень доверчивым человеком. В марте 2005-го в реалити-шоу Дом-2 пришла молодая привлекательная блондинка Оксана. Я надеюсь, что я встречу того человека, который действительно увидел данную женщину. Окончив финансово-экономическую школу в родной Уфе, Апликаева работает косметологом-консультантом. Обслуживает местных звезд. Она девочка на побегушках, которая все время выслушивает упреки капризных клиентов. Оксана их ненавидит. И в то же время мечтает оказаться на их месте. Чтобы вырваться из бедности и избавиться от унизительной работы, Апликаева решает любой ценой стать богатой и успешной. Она пробует себя в качестве модели. В поисках популярности и признания отправляется в Москву. Оксана уверена, в столице достичь успеха намного легче. На помощь приходит участие в скандальном проекте Дом-2. Засветившись в нем на телевидении, уже спустя три месяца Апликаева покидает шоу. Первый шаг к мечте сделан. Телезвезду узнают на улицах. Приглашают на светские рауты, презентации и концерты. Сейчас все девушки мечтают быть известными. И вообще любая девушка, у нее есть только три мечты в жизни. Это любовь, деньги или там карьера, например. И все. Девушка еще не определилась, кем хочет быть. Певицей, телеведущей или танцовщицей. Главное, понравиться влиятельному продюсеру, который и решит. Ведь сегодня в цене красота, а Оксане ее хватает. Но если в начале своего восхождения на пьедестал она была уверена, что ради успеха согласна на все, то при первой возможности стать популярной, девушка вдруг останавливается. Она хотела, да, яркой жизни. Я помню, она звонила мне и говорила, вот Вика, у меня есть там фотография Марата Сафина, говорит, я, говорит, не знаю, вот газета там одна, готова ее купить, но я не знаю, меня совесть мучает. Говорю, ну слушай, я говорю, у меня Марата, мне кажется, вообще все равно будет. Ну, а он меня напечатает. То есть ей было, я знаю, что она хотела. Если ты хочешь дальше остаться в так называемом шоу-бизнесе, да, то тебе еще очень долго придется пробивать туда дорогу и делать это все своими усилиями. Никто помогать тебе не будет. В итоге Оксана все-таки продала эти фотоснимки. И как только она решилась на это, все моральные принципы, которые могли ее остановить, сразу исчезли. Теперь Оплекаева откровенно использует мужчин только в корыстных целях. Родителям и друзьям девушке о таких отношениях ничего не известно. Оксана не желает, чтобы близкие узнали, каким путем она идет к своей мечте. В августе 2008-го девушке предложили работу демонстратора на автомобильной выставке. В течение недели модель должна рекламировать дорогие престижные машины. Это предложение Оксана посчитала удачным шансом познакомиться с богатыми людьми. Она надеялась, что и на нее, как на хорошую машину, найдется свой покупатель. Однажды вечером после напряженного рабочего дня за Апликаевой заехал один из ее новых знакомых. Раньше этого мужчину возле девушки никто не видел. Оксана села в машину и уехала в неизвестном направлении. Никто не знал, кто этот человек. Поэтому, ну, странно, что она не ставила в курс дела. Всегда нужно говорить. Тем более о людях мало знакомых тебе, да, но тех, кто приближен на данный момент. Красивая женщина, как правило, ищет в себе сильного мужчину, который бы смог защитить эту красоту. И сильный мужчина не всегда оказывается порядочным. Потому что вокруг красоты всегда много-много негатива. С этого момента девушка просто исчезла. Где Оксана и с кем не знали даже ее близкие. Родные модели, жившие в Уфе, обратились в милицию. Уже неделю Апликаева не отвечала на телефонные звонки и не давала о себе знать. Но вдруг родным позвонили из милиции и пригласили в Москву. Опознать тело Оксаны. Мертвую модель нашли на обочине трассы водители-дальнобойщики. Смерть женщины оказалась просто ужасной. Злодей сначала задушила ее, а потом на полной скорости выбросил тело из машины. В принципе, странно еще то, что ее сестры, ее родители, ее окружение не знали, с кем общается Оксана. Я не знаю, если проецировать какую-то ситуацию на себя даже, то, допустим, если ты с кем-то общаешься, обязательно в курсе твои близкие люди, ты обязательно об этом рассказываешь. Поэтому для всех это, естественно, было шоком. Но еще большим шоком для родных и знакомых Оксаны стали неизвестные подробности ее жизни в Москве. Обыск в квартире убитой и записи в ее личном дневнике говорили о том, что кроме модельной карьеры красавица зарабатывала сексуальными услугами олигархом. А еще следователи установили, что она не раз поставляла известным людям молодых девушек для развлечений. Оперативники склонны считать, что Апликаева пострадала именно из-за этой своей сомнительной деятельности и связей с опасными людьми, среди которых были и криминальные авторитеты. Конечно, до сих пор это тайно покрытая мраком, что до сих пор не нашли, кто это сделал, да, и человек ходит безнаказанный. Установить личность преступника так и не удалось. Подозреваемые, проходившие по делу об убийстве модели, имели железное алиби. Не выяснили и мотив жестокого преступления. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то личные разборки, так это назовем, да, какого-то, что-то там молодой человек то ли с кем-то ее не поделил, да, то ли он был просто неадекватным и невменяемым, так назовем его маньяком. Что-то очень все запутано, и, видимо, тот, кто это сделал, так испугался, потому что, я думаю, что не умышленное было убийство, скорее всего, это какая-то спонтанная агрессия, и вот так вот девочку просто взяли. Провинциальная модель Оксана Апликаева, приехавшая в Москву в поисках славы, получила ее только после смерти. Фотографии девушки долго не сходили с первых полос газет. Но слишком высокой оказалась цена такой желанной популярности. Красота слишком шаткий аргумент. Я всегда жалею тех женщин, которые уверены в своей красоте. То, что это меркнет, почти моментально, и что остается? Грусть. Грусть. Мечтая оказаться на месте красавиц-обложек, стоит помнить, что красота не является залогом личного счастья, успеха и славы. Она может вознести в один ник и так же быстро убить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok